Смотрите, в законе написано в евангельском, что если кто возьмет тебя по силе идти с ним поприще, иди с ним два. То есть надо быть готовым всегда делать больше в два раза, чем тебя заставляют. Можно просто перекреститься, выйти, можно остаться на службе, послушать службу, помолиться и выйти. Можно все забрать с собой и после службы еще остаться для того, чтобы говорить о Господе. Возьмут тебя по силе поприще идти, иди с ним два. Сейчас я вам прочитаю то, что мы читали сегодня из послания к Галатам на литургии. Так, на засыпку, значит, смотрите. Будьте готовы к тому, чтобы вы при выходе из церкви, что вас спросили, например, что сегодня читали из Евангелия. И вы могли внятно сказать, что читали из Евангелия. Будьте готовы сказать в ответ на вопрос, что читали из апостола. Сказать, что читали из апостола. Будьте готовы к этому. Сейчас вы к этому не готовы. И мы прочитаем еще раз то, что читали из Галатов сегодня на службе. И потом я хотел бы, да, чтобы вы поняли одну вещь там, как бы в отношении Писаний. Итак, то, что сегодня читали, то есть нужно стараться делать так, повторяю, чтобы по выходе из храма вас спросили, что читали, и вы сказали, читали вот это, и пересказали своими словами. Или сказали, там, читали к Галатам вторую главу. Чтобы понимали, что служба не проходила мимо человека. Потому что богатство Божие проходит мимо пальцев у большинства людей. И когда они оказываются в аду, они оказываются сами виноваты. Читали следующее. Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, Павел пишет, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками. Неужели Христос есть служитель греха? Имеется в виду, что закон говорит, не ешь это, не прикасайся к этому, не одевай вот это. А когда Христос спас человека, то уже эти вещи перестали стерять свою сущность, свою прежнюю страшность. И люди стали спокойно возвращаться к тому, что раньше было запрещено. В еде, в одежде, в праздниках. Но некоторые стали мучиться совестью об этом. И получилось, что они начали грешу, что ли? И начали мучиться, и Павел как раз об этом пишет, что Христос греху ли служитель? Я потом объясню, что это все вместе значит. Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это то, что сегодня читали. Это совершенно непонятно, в принципе непонятно, если не взять контекст целой главы. Текст понимается в контексте. Пока ты не поймешь, где это сказано, зачем это сказано, по какой причине это сказано, ты не поймешь этого текста. Значит, поэтому, если, например, мы знаем, что сегодня мы читали вторую главу к галатам послания апостола Павла, то, чтобы нам ее понять, нам нужно прочесть всю эту главу. Так надо делать. Иначе, опять-таки, Слово Божие пробарабанит по перепонкам и останется без плода ваша душа. Итак, вся вторая глава апостола Павла. Павел рассказывает свою историю. Он говорит, что он ходил в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита, ходил по откровению и предложил там, в Иерусалиме, предложил особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? То есть Павел получил откровение от Христа с неба. Он не ходил за Христом, не слушал его, как Петр или Иоанн. Он гнал христиан после воскресения. А потом Христос его нашел и дал ему благословение проповедовать. Он проповедовал. А потом пошел свериться с апостолами. Правильно ли он проповедует? Пошел в Иерусалим по откровению и предложил там особо знаменитейшим апостолам то благовествование, которое он, Павел, проповедует язычникам. То есть он хотел узнать, не напрасно ли я подвязаюсь. А вдруг, хотя я же не то говорю. Но они и Тита, бывшего со мной, Эллина, не принуждали обрезываться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим, подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе. Чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили, не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Павел ни перед кем не заискивал. Очень ценная черта упертого еврея. И в знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. То есть он, когда пришел к апостолам, которые были с Христом сначала, которые под крестом стояли, Иоанн, которые в Гефсиманском саду были, Петр, Яков, Иоанн, он не считал их великими. Он считал, что с тех пор, как мы узнали Христа, для нас великих нет, только Христос. Здесь мы имеем дело с большим дерзновением веры. Это очень важно. А послание к галатам пишется, для того, чтобы галаты стали обрезываться, стали субботу хранить, стали возвращаться к иудейству. Он как раз пишет им, что что вы делаете, безумницы, я иудей бывший, и я этого не делаю, это все не важно. И он пишет, что для меня нет никого особенного, ни в ком из великих людей. И знаменитые, то есть Петр, Яков, Иоанн, не возложили на меня ничего более. Напротив, увидим, что мне вверено благовестие для необрезанных, то есть для язычников, как Петру для обрезанных. Ибо содействующий Петру Бог в апостольстве у обрезанных содействовал мне у язычников. Узнав о благодати данной мне, Яков, Кифа, то есть Петр, и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы я помнил нищих, что старался исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Вот здесь остановимся. Евреи с язычниками вместе не ели, не прикасались к ним, считали их для себя гнусными, ибо они знают Бога, а эти нет. Не женились перекрестно, дочерей своих за остановеих не давали, и наоборот. И это было в крови у иудеев, по крайней мере в те времена. Когда Петр уверовал, получил Духа Святого, начал проповедовать, то вы помните, наверное, в книге «Деяния» описывается, как Петр пришел к Корнилию Сотнику. Корнилий Сотник был такой, командир роты полка итальянского, который был благочестивый, молился Богу часто, любил евреев, слушал закон. К нему был послан ангел, чтобы его спасти, и Петр был послан к нему. Петр пришел к этому язычнику, начал проповедовать им, и на них всех сошел Дух Святой. До этого времени язычники не приходили к Церкви Божией. Церковь Божия в первое время полностью состояла из уверовавших евреев. Понимаете? Сегодня для нас евреи – это далекий человек, это неверующий человек. В самые древние апостольские времена, самые ближайшие к Иисусу Христу, верующими были только евреи. Только евреи составляли Церковь. Петр, Яков и Иоанн, и все слушавшие их. То есть только евреи Церковь. Были евреи не Церковь, не принявшие Христа, и евреи Церковь. И все. А в Божьи планы входило позвать к Иисусу Христу к себе, всех людей, всего мира. И первыми это узнали, вот, например, Петр. Он пришел к язычникам, к римскому солдату, офицеру. Начал им проповедовать, на них сошел Дух Святой, и он спросил сам себя, если Бог им дал Духа Святого, как и нам, то что же мне мешает крестить их водою? Он крестил их. А потом пришли другие и сказали, о, Господь дал Духа Святого язычникам вот этим, вот этим, вот этим. И они вдруг с ужасом поняли, что Бог дал Духа Святого всем язычникам, как им, что спасаться будут отныне не только сыны Израиля, а все люди на земле, кто уверит, очистится, покается и примет Божьего Духа. Это была страшная новость для апостолов. И многие из апостолов, которые привыкли к язычникам не прикасаться, с ними вместе не есть, как и Петр, они боялись своих братьев по крови. То есть Петр приходил к язычникам бывшим, которые у веры валеных крестил, они приняли Духа Божьего. Он жил с ними, как брат с братом, как родной с родными. Но вдруг приходят евреи какие-то из Иерусалима, смотрят, Петр ест с неевреями. Понимаете? И Петр, насколько был человек закаленный, крепкий, твердый, великий, Петр боялся этого осуждения. И как только приходили евреи, он сразу от язычников отстранялся от бывших, от неевреев, чтобы они не видели, что он ест с ними. Представляете? И Павел упрекает Петра за это лицемерие. Понимаете? То есть язычники, ставшие христианами, стали для евреев, христиан братьями. Но не все евреи уверовали. И евреи, уверовавшие, стыдились своих евреев, неуверовавших, когда те видели, что уверовавшие евреи общаются свободно, легко, спокойно с теми, кто не евреи. Через Христа. Понимаете, какая коллизия какая? Это же нужно понимать, в каких коллизиях жили тогдашние ученики Христовы. И так они лицемерили. И Петр лицемерил. И Варнаву затащили в это лицемерие. И он противостал Павел, лично противостал им всем в этом деле. Когда я это увидел, он говорит, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, зачем ты язычников принуждаешь жить по-иудейски? То есть Павел был бескомпромиссный человек. Это очень важно для нас, потому что, ну, например, смотрите, я уже говорил им неоднократно, что человеку сопутствует некий всегда в благих делах расизм, например. То есть ты, например, любишь, ты сам белый, любишь белых. Ну и любишь свой народ, любишь христиан, которые в основном белые раньше были. Но смотрите, белые сегодня массово отказываются от Иисуса Христа. Горе им, их конец погибель, их Бог чрева, они думают о земном. Но двери Божьи открыты, в открытые Божьи двери покаяния, милости и веры забудет заходить китайцы, негритосы, там кто хочешь. И наши храмы будут постепенно наполняться людьми, которые другие, у которых раскосый глаз, другая кожа, кучерявые волосы, как проволока твердые. И вообще все другое. И в вас проснется расизм. Вы вдруг станете расистами. Скажите, что такое? Где наши люди? Почему эти тут позаходили, понимаешь, все? А наши люди безбожниками стали. Наши стали нечистью. А этих Бог позвал. Вот та же штука была у евреев тогда, у апостолов. С одной стороны, им нужно было говорить, идите, просветите все языки, все народы. Они должны были всех просветить. До Китая, там, и Индии включительно. А с другой стороны, говорит, ну как бы, мы же евреи, ну не можем же мы как бы сесть вот с этими, как бы, и есть с ними одну и ту же пищу. Или в принципе, ладно, мы можем. Мы можем, нам совесть позволяет. Но придут наши братья евреи и скажут, фу, что ты делаешь вообще? Что ты делаешь? Ты же сын Авраама, что ты сидишь с этими нечистыми, как бы, и ешь их пищу. Понимаете? И у нас это будет. И против этого лицемерия, против этого скрытого расизма, против этого скрытого язычества, как раз всего написано послание к галатам. Павел говорит, я восстал против этого. Уж Павел был фарисей из фарисеев, из колена Вениаминова, вообще забубенный еврей из евреев, еврейский еврей. Но он, когда принял Духа Божьего, он это все как мусор выбросил. Он сказал, все, больше ничего не важно, только Иисус Христос. Все остальное, там, раса, кровь, там, то, сё, там, это все не важно. У Петра это все еще было важно, а у Павла уже это было не важно. И оказался прав Павел, а не Петр. И Павел упрекал Петра в лицемерии. Понимаете, в чем? Какая важная вообще книга. Мы, говорит, по природе, Павел пишет, мы по природе иудеи, мы не из язычников, грешники. То есть они там жрут всякую нечисть, а мы едим только кошерное. Они кланяются истуканом. Мы знаем Бога Израилева, с которым Моисей разговаривал. Мы не по природе грешники, мы из иудеев. И дальше наш текст, который сегодня читался. Однако узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою в Христа, а не делами закона. Вот это мы уже читали. Ну вот теперь я вас спрашиваю, а можно ли нам понять, что мы читали, если мы не прочтем всю главу и не поймем ее контекст? Отвечаю вам вместо вас. Нет. Мы прочитали там. Братья, увидевшие, как у человека оправдись не делами закона, а только мы веруем в Иисуса Христа. Бум-бу-рум-бу-рум-бу-рум. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Пошли Евангелие читать. Но я вас еще раз спрашиваю, читается для чего? Чтобы понять или чтобы прочитать? Читается, чтобы понять. Скриптура эст. Нон-легенда. Сет-инти-легенда. Писание – это не то, что просто прочитано, а то, что понято. Без понимания Писание читается даром. Если бы даром, осуждение, вроде бы прочитали, нужно знать, но не знают и не делают. Но читалось же, значит, будут осуждены. Тем, которые не читали и не сделали, будет лучше, чем те, которые читали и не поняли. Читали и не сделали. Поэтому для того, чтобы понимать, что же нам сказал Христос, что же нам сказал Петр, что же нам сказал Павел, нужно, чтобы вы дома самостоятельно или мы в храме с вами вникали в суть прочитанного, расширяли контекст, понимали, когда сказал, зачем сказал, по какой причине это сказал, что имел в виду, какая нам в этом разница, что нас касается. Понимаете? Вот это маленький пример того, как нужно заниматься Писанием постоянно. И блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, на пути грешников не стоит и на седалище губителей не сидит, но в законе Господнем воля его и в законе Господнем получится день и ночь. Он будет похож на дерево, посаженное при потоках воды. Лист у него не упадет даром и все, что творит, успеет. А нечестивые не так. Нечестивые, как песок, как пыль перед ветром. Дунет Господь, и не будет нечестивых. Узнал Давид, что не устоят нечестивые на суде. И путь нечестивых погибнет. Господь знает праведников, а путь нечестивых погибнет. Стремитесь быть праведниками, новозаветными праведниками, не ветхозаветными праведниками. Ветхозаветные праведники делали добрые дела и гнушались грешниками, и считали себя хорошими. Новозаветные праведники делают добрые дела и никого не считают хуже себя, и хорошими себя не считают. Это отличие праведности ветхозаветной от праведности новозаветной. Делай все доброе, что можешь делать, но никого не суди до времени. Пока Господь не придет, никого не суди. Господь придет, и все станет ясно. И себя лучше других не считай. Это и есть новозаветная евангельская праведность. Ну и читая Писание, докапывайтесь, ройтесь, будьте пчелками, будьте благими делателями, закапывайтесь в эти божественные вещи, для того, чтобы засиял свет Христов в умах ваших. Ибо мы грешим до тех пор и потому, что Христово имя и Христов свет не сияет в наших душах постоянно. Так мелькнет, а дальше опять суета. Так засветится, а потом опять ерунда. Надо, чтобы свет Христов просвещал всех и всегда. Ради этого нужно потрудиться. Вот на этих словах мы вас и отпускаем. И еще раз скажу, что можно было бы вообще не ходить ни крестным ходом, не читать никаких галатов. Вот отслужили, причастились, поцеловали, идите вы, слушайте лесом, идите там, ешьте свое мясо, колбасу, как бы идите завтракайте и нас отпустите. Ну можно так поступать, можно так поступать. Да и поступают так, ну елки зеленые, ну так же и поступают. Отслужили, причастились, да идите уже, идите. Но почему нужно пройти еще крестным ходом? Почему нужно еще почитать что-нибудь, еще объяснить что-нибудь? Потому что Господь сказал, если тебя взяли, посили иди поприще, иди два. Если тебя дали в морду, будь готов, что тебе еще раз дадут. То есть это и значит, подставь другую щеку. То есть будь готов, что тебя больше будут бить. Уже побили, подожди, не плачь, еще раз побьют. Сняли с тебя пальто, отдай пиджак. Потому что больше заберут, заберут еще больше. Одно забрали, и второе заберут. Не думай, что оставят тебя в покое. Нужно быть готовым делать больше. Положил 30 поклонов, положи еще 30. Дал 5 тысяч на милостнюю, дай еще 5. Прочел один акафист, прости еще один. Делай больше, делай больше. Понимаете? Не так же, чуть-чуть сделал, я устал, хватит. Богу хватит, Богу не надо. Бог большой, богатый, добрый. Ему у него все есть, не надо. Ему нужны мои молитвы? Не нужны ему мои молитвы. И на этом основании я могу лукавить. Но вы сделали одно, сделайте еще одно. Дали это, дайте еще столько же. Сделали это, сделайте еще больше. Потому что потом, когда вас потащат поприще, придется, готовился к одному, пошли на два. Сняли верхнюю, соберут и нижнюю. Дали раз, еще добавят. Догонят и еще раз добавят. И будьте готовы, что вам в два раза больше дадут. И не плачьте, когда плохо, потому что будет еще хуже. Будьте готовы терпеть в два раза больше, молиться в два раза больше, прощать в два раза больше, миловать в два раза больше. Взяли тебя на труд, иди два. То есть на одно взяли, иди два. Делай много, как говорят в Эстонии, делай много, делай два. Два делай, делай больше. Вот для этого мы и ходим с вами крестными ходами, читаем Писание, чтобы рано или поздно лёд растаял и стена пробилась. Когда лёд растает и стена пробьётся, тогда вы сами всё поймёте. А пока что мы бьём стену и топим лёд именем воскресшего Христа. Аминь. Христос воскресе!